Всем привет! Это Ростов. Спортивные итоги спортивной недели подведу с вами я, Марина Черных. Ну и начну с наших паралимпийцев, которые начали возвращаться в Ростов из Токио. 9 медалей везут из Токио донские паралимпийцы. По 3 из каждого металла. И для начала, так уж совпало, прилетели золото, серебро и бронза. Владимир Сотников и Дарья Лукьяненко намыли это все в бассейне. 12 часов лета и вот они появляются на горизонте. Зона прилета облеплена встречающими. Камеры, фотоаппараты, цветы. К такому вниманию 17-летний Владимир Сотников и 19-летняя Дарья Лукьяненко пока не привыкли. А при выходе из Платова их ждет еще один сюрприз. Хлеб мы соль отведать, от души вас просим. Ура! В Токио они поднимались на пьедестал под условный гимн Чайковского и флаг Олимпийского комитета. И вот, наконец, к медалям прилагаются триколоры. Для Дарьи и Владимира это был первый опыт паралимпиады, что понятно по их возрасту. И сразу такой успех. Шахтинец Владимир Сотников задал тон в турнире пловцов. Для начала на 100 метровке на спине в классе для слепых спортсменов взял бронзу. В финал он вышел с пятым результатом, но в решающем заплыве уступил только белорусу и канадцу. Это была первая медаль нашего региона. А позже к личной бронзе добавилось чемпионство в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Владимир плыл на последнем этапе и вывел команду со второго места на первое. Признается, было страшновато. Дарья Лукьяненко брала серебро и бронзу на чемпионатах мира. И вот первая паралимпийская медаль серебряная на 100 метровке бразом. Теперь в планах у спортсменов Париж и только золото. Времени на подготовку 3 года. Переходим к гонболу. На этой неделе гонбольный Ростов представил новичка. Так сказала Екатерина Зеленкова, играть в таком топ-клубе с высококлассными игроками – это вызов. И обещала постараться сделать все возможное, что от нее потребуется. Заменой Анни Вяхеревой на место правой полусредней будет Екатерина Зеленкова. 22-летняя левша переходит в Ростов-Дон из Астраханочки, где провела практически всю свою карьеру. Разве что выезжала в аренду в Ставрополье. Мощный игрок ростом 182 сантиметра привлекалась в сборную страны на отборочный матч чемпионата мира с Турцией. А в чемпионате России в прошлом сезоне забросилось 107 мячей. Сейчас вы видите голы Зеленковой в ворота ростовчанок. Контракт подписан по схеме 2 плюс 1 и, как призналась Екатерина, перейти в Ростов-Дон было ее мечтой. Она безумно счастлива. И уже в следующем матче Пер Юханссон выпустил Екатерину на площадку. Что касается самого матча – третья игра, третья победа. После домашней победы над прошлогодним чемпионом Суперлиги ЦСКА Ростов-Дон в третьем туре оставляет без очков звенигородскую звезду. Потеря капитана Моногаровой, дебют новичка Зеленковой, бенефис Кожакарь и очередная победа. Так, вкратце прошел второй домашний матч гонбольного Ростов-Дона. Дальше подробности. Ну и главный тренер Пер Юханссон. В штабе у него работают Томаш Халаватый, Татьяна Перезняк и Александр Матич. И вот он, первый гол гонбольного группы Ростов-Дон. Вот так открыла счет Кристина Кожакарь. И понеслось. В первую очередь это относится к личной статистике. 11 мячей набросала левая крайняя по итогу. Не дотянув до рекордных для себя 13 совсем чуть-чуть. Но и тех, что забросило, хватило. На пятой минуте уже 4-1. Потом гости забивают дважды подряд. И это самое близкое расстояние, на которое мы их подпустили. Понимаю, что они ставили перед собой одни задачи, мы ставили перед собой другие задачи. Пока мы находимся на разных уровнях мастерства. Но одна из задач была продержаться в игре как можно дольше. Юлия Моногарова продержалась на площадке всего 6 минут. Неудачно столкнулась с игроком звезды и в игру больше не возвращалась. К перерыву приходим с плюс 5. 18-13. Во втором тайме картина особо не меняется. Из значимых событий первый выход в нашем составе Екатерины Зеленковой. В заявку она попала буквально за два часа до матча. Зеленкова смогла забить дебютный гол за наш клуб. 33-26 выиграл Ростов-Дон. И, как успокоил после Пер Юханссон, у Моногаровой ничего серьезного. Просто подвернуло ногу. Сегодня мы пытались менять составы. Пробовали некоторые формации перед встречей с Брестом. Также мы хотели дать больше игрового времени игрокам, которые играли меньше из ЦСКА. Очень доволен, что сегодня сыграла Екатерина Зеленкова за нашу команду. И хотел бы отметить выступление Кристины Кожакарь. В общем, я очень доволен сегодняшним матчем. Теперь к футболу. Максим Осипенко стал участником громкой победы футбольной сборной России над Мальтой в отборе к чемпионату мира. Защитник Ростова дебютировал в главной команде страны и отыграл весь матч. Мало того, почти забил. Почти потому, что после его удара уже в добавленное время мяч вроде бы пересек линию ворот, но так и не пересек. В общем, гол не засчитали. Россия победила 2-0 вместо 3-0. Зато Осипенко стал лучшим в матче по перехватам. 4. И отбором 3 из 3. Пауза в чемпионате страны на игры сборной завершена. И в понедельник Ростов сыграет дома с Краснодаром. Победным ходом идет по турнирной таблице и Песченокопская чайка. В восьмом туре она одержала шестую победу подряд. И в этот раз пернатые трижды взлетали на высоту Машука. Песченокопцы открыли счет на 23-й минуте. Олейников ворвался в штрафную и мощно зарядил в створ. Голкипер Машука с трудом отбил мяч перед собой. Но Грибанов точен на добивании. Этот мяч стал вторым для 19-летнего нападающего чайки. После перерыва второй мяч отправился в ворота гостей с 11-метровой отметки. Антон Орлов заработал пенальти и сам его реализовал. В самой концовке матча Олейников, как и в случае с первым голом, сделал все для партнера. И Елисеев в касании отправил мяч в сетку. 3-0. Чайка побеждает шестой раз подряд и возглавляет таблицу. Следующий тур 12 сентября в Нальчике. И на этой неделе, наконец, стартовал и чемпионат ВХЛ. У хоккейного Ростова на старте затяжной выезд. И пока что путешествие приятным не назовешь. Первый матч с Молотом проиграли 3-4. А остановка в Нефтекамске у Тороса оказалась не только безочковой, но и безголевой. Главный тренер Пантелеев по этому поводу сказал, нельзя выигрывать или бороться на равных, не забивая голов. Моментов было создано предостаточно, но забить не смогли. Торос оказался слишком скользким для хоккеистов Ростова. Матч с этим клубом в Нефтекамске нашей команде не удался совсем. Уже на четвертой минуте хозяева вышли вдвоем на одного защитника и четко его с вратарем обыграли. Во втором периоде ростовчане имели подавляющее преимущество по броскам в створ 17-6. Но забить не смогли, да еще и пропустили еще одну шайбу. А в заключительном отрезке Торос за 10 секунд реализовал большинство и победил 3-0. Такая была насыщенная спортивными событиями недели. А у меня на этом все. Хороших спортивных выходных!